В недавно возведенном мультимедийном музее «Россия. Моя история» прошел форум муниципальных образований. В этот раз главный посыл – Верхневолжие стратегии развития 2021-2026. Кстати, это первое мероприятие на площадке официальное открытие, которое еще не состоялось. Подробнее расскажет Наталья Чекет. Кратчайшие сроки. Это мультимедийный комплекс, где представлена вся история нашей страны с древнейших времен до современности. Кстати, около трети займет региональный контент. Форум муниципальных образований прошел уже в седьмой раз. За это время он стал важной площадкой, на которой обсуждаются направления развития Тверской области. В этот раз тема форума – стратегии развития Верхневолжья на ближайшие пять лет. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Викторович Володин. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Советник Президента Российской Федерации Владимир Абдуалиевич Васильев. Председатель Ассоциации Совет Муниципальных Образований Тверской области. Глава Андреапольского муниципального округа Николай Николаевич Баранник. Руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Владимировна Саранова. Среди участников – руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, областных ведомств, главы муниципальных образований Верхневолжья, ветераны, общественники и духовенства. В своем выступлении Вячеслав Володин отметил, что прошедший год страна жила в непростых условиях пандемии коронавируса. На федеральном уровне приняты ряд решений в экономике, социальной сфере, направленных на благополучие регионов и их жителей. Также председатель Госдумы назвал главное направление работы области – продолжение газификации, укрепление экономики, привлечение инвестиций. Владимир Владимирович Путин сказал, и думаю, что с этим вы согласитесь все, развитие России обеспечивает развитие регионов. Развиваются регионы, развивается Россия. Развивается Тверская область, развивается наша страна. Рассказывая о развитии Тверской области на ближайшие пять лет, губернатор Игорь Руденя отметил, что внимание будет уделено обеспечению доступности образования для всех детей, развития физкультуры и спорта, модернизации системы здравоохранения. С текущего года началась реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая рассчитана на пять лет. Запланировано строительство Бежицкой ЦРБ, травмологического центра в городе Твери, детских поликлиник в Торжке, Киморах и Твери, комплексный капитальный ремонт, поликлиник в том числе в Конаково, Осташково, Балагое и Ржеве. Советник президента Владимир Васильев в своем выступлении затронул многие темы, касающиеся как развития Тверской области, так и всей страны в целом. А в завершении своей речи политик пожелал всем успехов в дальнейшем развитии. Я желаю всем успехов. Я убежден, что у нас все получится. Спасибо большое. И плодотворная работа в оставшиеся дни выборов следить. Спасибо. Лидер волонтеров Юлия Саранова в своем выступлении сказала о важности внимания к проблемам молодежи, чтобы она оставалась в регионе, а также о необходимости усиливать систему дополнительного образования. Мы хотим, чтобы молодежь оставалась здесь, в том месте, где мы родились, где мы растем, чтобы у детей и молодежи были самые широкие возможности для развития и самореализации. И, конечно, для этого необходимо усиливать систему дополнительного образования, в том числе расширять инклюзивные возможности, усиливать программы стимулирования молодежных и общественных инициатив, добровольческих проектов. В Тверской области до 2026 года планируется привлечь из консолидированного бюджета порядка 13 миллиардов рублей на развитие промышленных предприятий Верхней Волжья, в том числе в транспортном машиностроении. Для сельского хозяйства перспективными обозначены молочное и мясное животноводство, растеневодство, льняной комплекс.